МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 18 лет, когда они обратились к специалисту, потому что поняли, что сами не справятся с этой проблемой, и проблема была успешно решена. Но я где-то слышала, что только до 12 лет эффективно можно эти проблемы исправлять. Выход есть всегда. Главное – желание измениться. И в этом нам сегодня поможет Сергей Чибарь, который присоединится к нам чуть позднее. Я стала свидетельницей разговора двух женщин, которые обсуждали передачу «Мастер-шеф» и откровенно подсмеивались над речью Сергея. И мне стало обидно, потому что дефекты звукопроизношения можно исправить в любом возрасте. И я решила помочь Сергею. Чтобы допомогти своему улюбленному участнику проекту «Мастер-шеф» Сергею Чибарю выправить дефект мовлення, логопед Кира Ролина запросила его на встречу и провела несколько тестов. Спершу эксперт просит Сергея прочитать урывок створа, чтобы вызначити все проблемные литеры и понять причины развода его мовы. Скажу вам честно, стихотворение я последний раз читал в 11 классе. Ничего. Я надеюсь, я не опозорюсь. Заблестел за лесом золотой закат. Звезды серебристые в синеве блестят. Засверкали в озере отблески зари. Сумерки сгустились, светят огоньки. Очень выразительно, Сережа. Очень замечательно. Но есть один маленький недостаток. Далее, чтобы продемонстрировать Сергею, как правильно вымолвать звук С, Кира Ролина предлагает ему выполнить вправу сирником. Сирник притиснет языка до нижних зубов и не даст ему подняться вверх, как это обычно делает Сергей, через что, власне, и вымолвает звук С неправильно. С. Давайте. С. Угу. С. Да. Это будет наш звук, с которым мы будем работать. Сережа, у тебя типичное нарушение звукопроизношения, которое называется шепелявость. Кончик языка не заправляется за нижние зубы. Это связано со слабостью мышц кончика языка. Я покажу три простых упражнения, благодаря которых мы исправим неправильное произношение вами звука С и значительно улучшим вашу речь за месяц. Вы готовы работать? Готов. Я думаю, что это сложно, конечно, но я постараюсь. У каждого человека есть мечта. Я всегда хотел вести хорошее утреннее шоу. Человек встает, одевает большие тапки махровые, включает телевизор. Я говорю всей стране, доброе утро, Украина. И хотя после проекта «Мастер-шеф» Сергей Чибор уже работал ведущим одного из телевизийных шоу. С вами Сергей Чибор и это «Звездные позоры». Втем, он признается, что через свой дефект мовления, щоразу перед объективами камер почувався невпевнено. Мне нужно ежедневно работать, работать над собой для того, чтобы комфортно, прежде всего, мне чувствовать себя в кадре. Нужно брать себя в руки для того, чтобы зритель, включая телевизор, не плевал в экран, а улыбался и получал эстетическое удовольствие. Поэтому я готов с утра до вечера заниматься упражнениями. Итак, Сергей с воодушевлением воспринял идею избавиться от шепелявости, которая фактически была присуща ему всю его сознательную жизнь. С начала занятий прошел уже месяц, и сегодня нам Сергей продемонстрирует результаты. Кроме того, мы сможем отследить, как Сергей работал. Обратиться к специалисту для того, чтобы он помог, насколько я знаю, стоит недешево. Прием обойдется в какую сумму? В пределах 200 гривен. Кира, ну ты сказала, что он будет выполнять три упражнения. Неужели этого достаточно, чтобы человек во взрослом уже состоянии смог избавиться от шепелявости всего за месяц? Да, достаточно заниматься 10 минут по три раза в день. Главное верить в себя, что ты можешь изменить свою речь и, соответственно, изменить жизнь к лучшему. Мы сегодня разучим эти упражнения? Да, обязательно. С чего начнем? Сначала мы начнем с общеразвивающих упражнений. Этими упражнениями разминают мышцы языка журналисты перед выходом в эфир, актеры перед выходом на сцену. Они заставляют мышцы языка работать и подготавливают дальнейшие речевые нагрузки. Первое упражнение, я буду показывать указкой, мы проводим от левого края нижних резцов до правого края нижних резцов. Языком? Да, рот у нас открыт, зубы в улыбке. Кончиком языка? Кончиком языка мы проводим. От левого края нижних резцов к правому краю нижних резцов. Выполняем упражнение 4-6 раз. Быстро стараться делать? Нет, не важно. Здесь амплитуда движений у нас большая, движения медленные, задействуя все мышцы языка. То же самое мы проделываем с верхними зубами. От левого края верхних резцов до правого края верхних резцов. Амплитуда движений широкая, движения неторопливые. Следующее такое веселое упражнение называется болтушка. Вот в детстве, когда мы не могли дать отпор кому-то, мы просто вставали и делали вот так. Да, мы вот так вот дразнили. А это, оказывается, было упражнение. То есть кто хорошо умел дразниться, тот потом лучше разговаривал. Ну, по всей видимости, есть правда в этих словах. И еще такое одно веселое и шутливое упражнение – лошадка. Обычные цоканьи языком. Да. Первое условие – у нас рот должен быть широко открыт. Второе условие – у нас губы должны быть в улыбке. Да. И еще тут одна особенность – у нас работает только язык. А челюсть у нас неподвижена. Вот такие шутливые упражнения разомнут наш язык и подготовят к дальнейшей речевой нагрузке. Теперь мы переходим к упражнениям, которые позволили нашему Сергею исправить свою речь. Первое упражнение называется «Чашечка». У нас язык в форме чашечки. Находится в полости рта. Боковые края языка подняты, и кончик языка тоже поднят. Удерживаем под счет до пяти, потом до шести, а потом можно и до десяти. Посчитали до десяти, сделали секунд двадцать перерыв. Посчитали до десяти, сделали секунд двадцать перерыв. И надо заметить, что упражнение Сергею не давалось в первый момент. А почему? Потому что мышцы языка у него были не настолько сильны, чтобы удерживать и края, и кончик языка. Но я вам предлагаю это посмотреть. Запропонованные логопедом правы давалися Сергею непросто. На невдачу хлопец реагировал досить эмоционально, через что не один раз покидал праву на середині. Ничего не получается. Все, не буду, я ничего не дав. Тяжело вообще перебороть себя, когда ты много лет разговаривал с дефектом речи, и тебе нужно вдруг заговорить правильно. Хочется просто плюнуть на все и сказать, да пошло оно там все. Однако через некоторый час Сергей все же опановывал себя и продолжил тренирование. И вот я приехал в Киев поступать на телеведущего. Попал я к руководителю кафедры, и она мне сказала, что с твоим дефектом речи ты никогда не попадешь на экран. Скорее всего, эта ситуация повлекла за собой то, что сейчас я приложу все усилия для того, чтобы избавиться от дефекта речи. Сергей эмоциональный человек, и как тяжело ему не просто сконцентрироваться, а не обращать внимания на неудачи. Они его обычно выводят из равновесия, но здесь цель настолько достойная, что он уверенно шел вперед. Мы сделали и только первое упражнение. Есть еще два. Какое следующее? Это называется упражнение «Кошечка сердится». Кошечка спрятала голову, а спинку она выгибает. Кончик языка за нижними зубами, серединка языка выкатывается вперед и расслабляется в ротовой полости. Это укрепляет мышцы кончика языка, позволяя ему находить свое место про произношение звука «с». Сергею это удавалось? Да, и у нас есть видео по этому поводу. Как вы думали, хорошая речь, речь, хорошая речь требует шерсти. Да, Сергея не остановишь. Если он чего-то захотел, то публика, это только в радости ему. Так и получилось в магазине. И у нас была вторая неделя занятий, когда коллеги Сергея Поработель начали замечать изменения в его речи. А он мне позвонил и рассказал об этом. Но, к сожалению, он еще заметил тот факт, что сам он достаточно сложно идет к этому, что ему надо постоянно контролировать свою речь. И он не замечает, как улучшается его произношение. И тогда я ему посоветовала, чтобы он занимался с кем-то из близких, кто бы корректно, тактично поправлял его. Но у нас еще есть третье упражнение. У нас язык снова в положении чашечки, но кончик языка опускается за нижние зубы. Это базовое упражнение для звука С. Мы поем звук И, а потом немножко свистим. И-с-с. И-с-с. А зачем И нужно в этом упражнении? Потому что при произношении звука И язык занимает такое положение, как и при звуке С. Именно это упражнение помогло Сергею научиться чисто произносить звук «с». То есть разобраться, как же все-таки должен язык располагаться в этот момент, да? А с какого возраста дети могут делать эти упражнения? Ну, под руководством или с помощью взрослых? Лет с трех с половиной. Ну, понятно, да. Ну, просто если ребеночек еще маленький, возможно, он даже не поймет, как это делать. Ну, с детьми все происходит в форме игры. Не зря же каждое упражнение имеет свое название. Кошечка сердится, чистим зубки, чашечка. Все это обыгрывается с детьми. Ну, я так подозреваю, что для Сергея вот это было самое тяжелое, может быть, упражнение. Потому что конкретно уже нужно сказать правильно «с». И чтобы это понять, нам надо посмотреть на видео. Давайте мы узнаем, кто же все-таки помог Сергею дальше учиться говорить правильно. На другом тижне занять логопед дала Сергееве завдание не лишь выполнять упражнения, а и начинать вводить правильно вымыванный звук «с» в свое мовление. Для этого он читал тексты под керевництвом родственных. Это его брат. Хочу тебе почитать. Только слушай внимательно, я не знаю, как у меня получится. День был солнечный и ветреный. Такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра. Спрятаться. 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 Спрятаться от ветра. Давай более точно. Спрятаться. А, ну, еще раз. День был солнечный и ветреный. Солнечный. Давай заново. Солнечный. День был солнечный и... Не так. Солнечный. День был солнечный. 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 День был солнечный и ветреный. Нет, давай сначала. Солнечный. Опять тут сначала? День был солнечный. Такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться. 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 Я слышу твоя вот эта, как мияка это. Четче говори. Я говорю, как я говорю. Я не могу, ну, у меня не получается. Это нереально. Давай заново. Это все твоя лень? Спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене. Согретой солнцем стене. Еще раз. Согретой солнцем стене. Нет, неправильно. Согретой солнцем стене. Мне тошнит от этого текста. Еще раз. Спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене. Вот, видишь, стой. Солнцем стене у тебя пошло. Ты до этого нормально читал, а тут все. Я больше не могу. О! О! Угу. Вот это да. Я уже сомневаюсь в том, что Сергей достиг результатов, которые перед собой поставил. Ну, у нас прошел месяц занятий, и сейчас нам Сергей покажет свои результаты. Он сегодня к нам пришел в гости. Встречайте. Сергей Чиборь. День был солнечный и ветреный. Такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене, почувствовать всем сердцем радость прихода весны и тепла. Молодец. Здравствуй, Сережа. Спасибо вам огромное. Спасибо, дорогой. Привет, привет. Рада тебя видеть. Присаживайся. Ну что, ты справился? Должно пройти очень много времени. Большой труд. Ежедневные тренировки. Ну, благодаря Кире, ее контролю, какие-то маленькие уже результаты уже... Достигнуты, безусловно. Ну, Сергею надо не менее полгода еще контролировать свою речь. Это достаточно большой труд. Я думаю, что все получится. Все будет хорошо. Спасибо, Кира, тебе огромное, Сергей. Спасибо. Дайте себе. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.